В промышленной зоне хутора Воскресенский этот ангар выглядит самым ухоженным. Хозяйская рука здесь явно заметна. Валерий Кряжев ведет семейный бизнес умело. Управленческим секретом учился у своего отца. А отец, как известно, плохому не научит. Мой отец, он очень опытный бизнесмен, он очень давно в этой сфере работает. То есть у него он, в принципе, многосторонний, многоплановый, так скажем. То есть прежде чем прийти к производству данного продукта, у него был там ряд других коммерческих проектов. Вот, поэтому, то есть я, конечно же, перенимаю его опыт. Ну, что-то уже свое. На днях Валерий Кряжев пополнил свое производство новыми станками. Рабочие цехы очень быстро и профессионально их установили и опробовали. Работу в дружной команде всегда делать интересно. Расширять и наращивать производство тем более. Ведь это новая красивая продукция, на которую спрос постоянно растет. За неполных два года объемы производства продукции завода доведены до 50 миллионов рублей. И ассортимент продукции намерены здесь увеличивать. Выпускаем мы профнастил, металлочерепицу, кровельные материалы, профиль для крепления гипсокартона. Новые станы, вот, то есть это более крупная гофра. То есть она позволит участвовать нам в тендерах, то есть муниципальные объекты перекрывать такого формата. То есть там, где требуется жесткость перекрытия, вот. То есть она идет уже более целенаправленно туда. То есть вот то оборудование, которое у нас уже было в наличии, это больше частник. То есть частные дома, небольшие строения. А данное оборудование уже рассчитано на, ну, то есть более крупное. Ну, мы растем. То есть, на самом деле, из месяца в месяц мы показываем плюс. То есть у нас всегда идет прирост. Прирост мы еще не вышли на те объемы, конечно, которые мы планируем. То есть мы загружены сейчас пока только где-то процентов на 20-25. Ну, это нормально для второго года. В принципе, мы идем по плану. Вот. Запустили в Краснодаре в этом году филиал. Все экономические показатели предприятия у Анапский завод проугли и фасада неуклонно растут. Исправно платятся налоги в бюджет города. Рабочий получает стабильную заработную плату. И молодой предприниматель активно и уверенно намерен двигаться вперед. В конце мая мы, как всегда, отметим День российского предпринимателя. Валерий Кряжев – очень яркий пример человека нового времени, работающего на себя, а создающего успех в городе.